Доброе утро, ребята! Классная песенка. Доброе утро! Я сейчас собираюсь, и за мной приедет дед Вова. И мы едем опять к зубному, будут мне ставить в пломбу. Плюс я объясню врачу, что я вообще не могу кушать, потому что мне очень больно. Причем больно, больно до слез. Так что, да, вот такие вот у нас дела, такие вот планы. Но это еще не все. Маня сейчас в университете, и в 11 он закончит. И они все вместе. Они, это тетя Оля, Надя, дядя Вова и Ваня. Все поедут в Барселону, и мы поедем смотреть, Ваня, костюм. Выбирать. Потому что Ваня до сих пор не выбрал себе ничего. А время-то идет. Многие, кстати, пишут в комментариях, зачем так рано и так далее. И вот то, что здесь в Испании делают все очень медленно, поэтому нужно делать все заранее. Вот, поэтому мы и делаем все заранее. Так, я обуваюсь. Пусенчик-то где? Кукушкин. Пусенчик-кукушкин. Ты молодец. Понюхай камеру, понюхай. Покажи мне, как вкусно пахнет. Сейчас взяду. Смотрите на мои лапки жирненькие. Жирненькие шотландские лапки. Блин, сижу тут, пытаюсь эмоться. Птичка я. Птика я. Птика я. Ой. Все, наконец-таки мне сделали мой зуб. Единственное, что мне до сих пор не поставили хорошую пломбу. Отремонтировали ту временную. И будем ждать, пока зуб мой перестанет болеть. То есть мне на адаптацию дается, на реабилитацию дается 10 дней. И потом уже поставят мне нормальную обычную пломбу. И сделают чистку зубов. Потому что сейчас там все воспалено. И врач сказал, что пока ничего делать не надо. Зуб у меня болел. Я не могла кушать, потому что пломба была слишком высокая. И сейчас, в общем, врач мне там спилил. Это все подделал, переделал. И я теперь со спокойной душой могу кушать. У меня ничего не болит. И я так прикусываю. Да, прикусываю зубами. И мне не больно. Это очень круто. Вот. Мы зашли перекусить. Поздоровайся. Ну, я вот, поздоровался. Вот. Мы зашли, перекусили панц с этими бутербродиками, которые с сальмоном идут. Такие с рыбкой. Очень вкусные. И попили кофе. Это у нас такой был завтрак. Ну, что сейчас едем в центр Барселоны мерить костюмы вот этому вот джентльмену. Джентльмен. Но мы все сборим. Сейчас на одной машине все поедем. Решили, чтобы было больше мнений, чтобы мы точно никогда не выбрали. Ты бы никогда не выбрал. Да. Я буду ко всем прислушиваться, да и хорошо. Хорошо, мне нужно еще недельку подумать. Что мы видели, как ухо? Этого. Кого? Гранди. А, да, с этого, с Гранд-Британии. С автоматолога. Цвет такой. Синий такой. Такой вот какой-то. Ну да, короче, машина крутая. Я въехала. Ребят, я уже сгоцала на учебу. Да, я сбегала на учебу. Часик там посидела. На следующую пару я отпросилась. И мы вот ходим весь день. Вот, чтобы не привеличивать, с 11 часов утра вот до... Сейчас сколько? Сейчас я даже не знаю, сколько сейчас время. Мы ходим, смотрим костюмы. И ничего не можем найти приличного, хорошего, качественного. Вот, когда мы в прошлый раз с Ваней ходили, мы, ну, как бы нашли один костюм, и он очень нам понравился, очень запал нам в душу. И мы его покупаем. Сейчас Ваня его заново мерит, чтобы сделать, как бы, чтобы взяли все мерки, чтобы подшили все, что нужно под Ваню. И да, так что, ура-ура, у Вани теперь есть костюм. Да? Да, кушай минус. Да, кушай минус. Да, с одной, один пунктик вычеркивается. Но Ваня будет очень красивый, очень. А, я так рада, Ваня, я так рада. Да, мы мерили белый. Мы белый мерили. Я, кстати, фоточку покажу мне. Там нельзя было снимать, нельзя было сфоткать. Но пока женщина объясняла, что у них ничего нельзя делать, я сфоткала Ваню. Вот так что я покажу вам фоточку, если не забуду. Я надеюсь, что я не забуду. И обязательно попроси рубашку побольше. Ну, сейчас я спешу. Давай. Вот. Так что, вот такие вот дела. Я знаете, что подумала? Я не буду показывать Ваню, в каком он будет костюме. Вы увидите уже непосредственно на самой свадьбе. Все, костюм куплен. Все в сборе. Идем праздновать, идем пить. Идем пить кофе и праздновать то, что ура! Ура! Мы купили Ване костюм. И это просто... Нет, мы на самом деле очень много везде походили, устали безумно. И все, хватит. Идем по дядям, ты уже дальше приходить нельзя. И все, не хватит. Идут там, что-то спорят. Памс? Опять? Да. Мы зашли ужинать, кушать. Я заказала себе салат, который называется Джульетта. Он у меня с креветками, с авокадо, с помидорками и все дела. А тетя Оля с Надей заказали Цезарь. Прям Цезарище. Цезарище, да. А мужчины на диете. Они ничего не едят. Мы питаемся... Воздухом. Воздухом, светом. Кофе, мы вот кофе выклили, все. Да. Мы, кстати, покушали в очень хорошем месте. У меня салат был просто невероятный. Что-то необычное, потому что обычно все обычное. Этот салатик был необычный. Да, и находится оно прямо в центре. Ну да, я правда, конечно, на перемене я все равно не успею. Ну-ка, вы не успели бы ходить сюда кушать. Да, уже и поздно. Мой месяц я переключилась, это заканчиваю уже. Ну да. Не, место очень хорошее, цены там вообще дешевые. И очень вкусно. Мы сейчас вот на пласте Каталуни. Семейная кухня рекомендует. Это точно. А вот там вот фонтанчики, корт инглес, и мы идем за машиной. Вы куда пошли? Нет, ты неправильно поднимаешься. Руки держи вот так. Ваня, покажи, как нужно подниматься. Покажи, как нужно подниматься. Да, ну вот так вот руки сделай. Вот. И все так должны подниматься. Вы в заре, не забывайте, где вы находитесь. Здесь все ходят так. Катя чуть не упала. У нас походы по магазинам не закончились. Они настолько начались. Катя выбирает себе джинсы с длинной талией. С высокой. С длинной. Что, Катюш, не нравится? Не нравится. А что ты делаешь? Не мать. Я думаю, брать или не брать. Вот в чем вопрос. Мне кажется, без подтяжек вообще не смотрится. Ты все уже? Выбрал. Что? Вам выбрали уже? Мой подрезать? Наверное, я не знаю. Брать или я? Брать? Да. Ой, ребята, мы уже приехали домой. И я лежала, лежала. У меня так устали ноги сегодня ходить. Мы очень много ходили. И мне надо в душ. Но я все никак не могу себя заставить. И вот эта вот какашенция ходит по пятам. Просто по пятам. Да? По пятам ходишь? Пуська. Устала я. Устала. Надо забраться силами. Идти купаться. Кто-то. Этот кто-то, это я, конечно же. Сейчас просто вырубится. Ой. Мы сегодня очень много ходили. Очень много чего смотрели. Очень устали. Так что... Сейчас, наверное, даже 12 часов ночи нет. Обычно мы ложимся в час-два. Сейчас уже часов... Сейчас зону только собираемся в час. Да, сейчас сколько время? Сейчас сколько время? Двенадцать. Пол двенадцатого. Чтобы мы ложились спать в пол двенадцатого. Я не помню, когда такое было в последний раз. Так что на этом сегодня все. Кстати, мы совсем не сказали, что мы поздравляем всех с девятым мая. С этим прекрасным праздником. И чтобы у всех было мирное небо над головой. Всем мира и добра. Так что всех с праздником. А еще завтра выходит передача... Точно. А еще завтра выходит передача... Сегодня мы все были... Ну, как бы загружены совершенно другая информация. Сегодня же, вот, 10 мая, выходит передача «Давай поженимся» с участием нашего дяди. Точнее, Ваниного дяди, дед Саши. Но перед этим мы хотим порекомендовать вам зайти посмотреть видео о том, как это все происходило на канале у тетёли и дяди Вовы. У них есть влоговый канал. Они тоже ездили. Да. Они тоже ездили, как бы представляли жениха. То есть, как бы были родственники. И показывали изнутри, как это шоу снимается и так далее. Так что, кому интересно, обязательно заходите. И, в общем, я думаю, передачу вы можете посмотреть либо в прямом эфире, либо же потом, спустя какое-то время, её загрузят тоже в интернет. Так что... Так что, вот, смотрите. Ну, она тоже будет на смотреть, потому что нам интересно, как это всё нарежут. Да. Ну, всё, вроде как новостей на сегодня больше нет. Теперь спокойно можно сказать всем спокойной ночи! Пока-пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!